Малик яум миттин, и яка на Абуду, и яка на Ста'ин. Тысячи людей и сотни машин окружили соборную мечеть с восходом солнца на часах в 7 утра. Время чтения проповеди. Центральная соборная мечеть переполнена, но место здесь найдется каждому. У мусульман особый день – Курбан-Байрам. Это такой праздник, очень большой. Чувствую радостно, себе как чувствую радостно, но не как каждый день, как-то по-другому. Самое главное – верить. Себе верить, и Аллаху верить. Самое главное. В этом году среди пришедших немало жителей Турецкой республики. В Нижнекамске им нелегко, по-русски и не понимают. Но, как и на родине, стараются следовать традициям и отмечать мусульманские праздники. У нас на родине сегодня тоже Курбан-Байрам. Баранов режут, еду и угощения готовят. Всех родственников, друзей семью зовут. Люди фотографировались, покупали сувенирную продукцию, молились и давали милостыню. Пусть этот день принесет каждому радость, счастье, и чтобы вот, как сказать, вот эта кровь, которая проливается сегодня, жертвы, они были только с жертвенных животных. Чтобы был мир на земле, спокойствие. Ну и, конечно, главный атрибут Курбан-Байрама – жертвоприношение. В этом году в Нижнекамск привезли почти тысячу баранов. Стоимость одного в среднем от шести до шести с половиной тысяч. Желающие приобретают его, а зачем приносят сюда в специально возведенный цех разделывать. Профессиональному мастеру хватает 30 минут на то, чтобы предоставить человеку готовое мясо. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных. Разделывать баранов необходимо по правилам. Главное, чтобы животное не почувствовало боли. Мясо люди делят. Часть себе, вторую близким, а третью нуждающимся. Баранов в Нижнекамск привезли из разных точек республики. У нас с Актанского района приехали, но 20 штук баранов. Свои вошел, что они говорят, что они поблили везде. Народ шел в мечеть до позднего вечера. А уже на следующий день отметить Курбан-Байрам пригласили людей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник отмечают три дня. Количество собравшихся еще раз доказало. В Нижнекамске немало верующих, которые чтят традиции и верят в Аллаха. Аделья Сиразова, Максим Липин. Новости НТР.